Как я вижу комментарии под своим прошлым роликом Каждый год выходит новый Assassin's Creed Его обливают говном Каждый год выходит новая Call of Duty Её обливают говном И вот, есть GTA, который выходит примерно раз в 5 лет А изменения у него такие, как будто это ежегодный конвейер Но как её оценивают люди? Её обливают говном Оу, стоп На этом свете есть люди, которые выступают за справедливость нашего задородского мира Некие белые рыцари Которые удивляются ежегодным продажам, по их мнению, конвейерных игр Естественно, приёбываясь ко всему, что только возможно Дескать, такой бюджет должен оправдывать себя Но! Почему никто не обращал внимания на серию игры GTA? Если GTA 5 в день своего релиза на постгения уже побил все рекорды серии Став самой продаваемой игрой 2013 года Графика в которой была настолько вырвиглазной Я даже помню свою фразу, которую я говорил своим корешам в сентябре этого года Игра немного красивее своего предшественника То есть GTA 4 И на самом деле это ни капли не преувеличение Rockstar Games Компания ублюдков, за которыми стоит один успешный тайтл Под названием Grand Theft Auto Об остальных играх этой компании слышали меньше половины игроков GTA Для меня этой компании загребилось одно клише Rockstar не умеют в графон Когда игры уже давно развились в 3D, они делали 2D Когда появилась великолепная лицевая анимация, шейдеры, текстуры, физика, они послали это нахер А в 2008-м свой рекдол выдавали за что-то инновационное Хотя он давно уже присутствовал в том же Half-Life 2 2004 года В 2014 году Watch Dogs использует HBO Plus А GTA SSAO 2007 года И о какой графике тут может идти речь? Вы даже представить себе не можете, как у меня горело от того, что графику в GTA назвали лучше, чем в собаках Вот! Не буду затягивать это видео и перейду к сразу к смотру игры Разберемся по полочкам Графонии Кто бы что ни говорил, а все мы любим глазами Поэтому игры с таким бюджетом обязаны иметь современную картинку Включив этот шедевр, я сразу же ослеп от высокополигональных объектов Великолепной проработки лиц персонажей От их лицевой анимации И от божественных чувств Блядь, как много листьев Из-за ограниченного времени и, конечно же, лени Я, пожалуй, абстрагируюсь только на самых важных вещах Первое, что хочешь сказать Блядь Это ж пиздец Посмотрите на эти кусты Ну, в Watch Dogs они явно хуже сделаны О боже, 2015 год Тень прорисовывается перед тобой Сука Тень прорисовывается перед тобой Вообще хочется дать должное Rockstar В момент выхода КТА4 она реально сделала огромнейший шаг вперед для франшизы Я помню, как я смотрел разные видео о ней еще в 2009 году Мы с другом прям фанатели от нее Хоть сами в нее и не играли Потом у меня появилась возможность сыграть, по моему мнению, лучшую часть этой серии Я даже диск купил с полным изданием И тогда я забил Сильно Но смотреть на то, как все эти навороты переключевали в GTA 5 В плохом смысле Это позор Та же анимация Та же физика Тот же Рэгдол Все то же самое Может я что-то выпускаю? Пойду искать графон Эй, чел Подвези меня Тьфу ты, блядь, твоя рожа слишком малополигональная Пожалуй, откажусь Лучше украду какого-то бамужа тачку Как раз можно проверить повреждения Ладно, о чем это я? Ах, да Посмотрите сюда Это, наверное, самые убогие издания в играх за последние лет 5, наверное Вы просто посмотрите на эту детализацию А многие говорят, что в GTA 5 карта большая Ну ясен хер, она большая Тут здание на уровне тех, что можно в Майнкрафте построить Ох, вот эта текстурка дерева Что-то на уровне нового Бэтлфилда Видно, откуда корни-то растут Так, так, так Сейчас проверим Иииии Нихуя Эффекты полные до нища Заканчиваем Персонажи и сюжет Абсолютно типичный тривиальный сюжет для этой убогой серии Бандиты против закона Постоянно ограбят Жалуются на жизнь Впрочем, ничего нового, как и не было Так, скорее всего, и не будет А главные герои Это просто нелепые болванчики Которые никак не переживаешь Их действия оцениваешь Как полный долбоебизм Фызика НПС Музыка Коротко и ясно Машины экартонное аркадное дермо с навозом Многие гнали на меня за пункт паркура аргументируя тем, что GTA там нахер не нужно из-за её главных героев. Но, блядь, я хочу получать удовольствие от передвижения, а не когда от каждого столкновения мой персонаж падает на жопу. Ещё дополним это тем, что я часто замечал то, как персонаж застревает в текстурках или лагает в других объектах. Странно, что в Watch Dogs такого нету. Музыка в этой игре это просто дно всех музыкальных вкусов. Оно и рядом нестыдь с тем, что есть Watch Dogs 2. Или хотя бы Сладь Восток ФМ из GTA 4. Давайте посмотрим на взаимодействие с открытым миром. Попробуем сломать гидравлический экран. Дерьмо. Ну ладно, ладно, посмотрим ещё на что-нибудь. Вот, к примеру, это мусорное ведро, в котором есть замершение разлетающийся мусор. Текстуркой сделанный. Ц есть позор. Вот сейчас на улице по идее поднялся ветер. Это можно понять по этим летающим пикселям. Но ни одежда персонажей, ни предметы на земле даже не думают шевелиться под всемогущей силой ветра. Да ну нахер всё это дерьмо, я сваливаю. БЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Пошло! Всё! НАХУЙ! Зачастую все эти проблемы из только у GTA V. Watch Dogs что в первой, что во второй всё с этим замечательно. Большой живой город, отличная детализация, графика и физика. Я не понимаю, как это дерьмо получило больше внимания, чем этот шедевр? Тут просто не к чему придраться! Она идеальна. Как жаль, что многие отбитые зомби в интернете этого не понимают. Помните, никто не делает игр в открытом мире лучше, чем Ubisoft. Никто не делает графику в этом жанре лучше Ubisoft. Никто не двигает эту индустрию дальше Ubisoft. Вославься, Ubisoft. Ну, а если вы не поняли, что это сарказм, то я скажу вам. Это сарказм! Это видео не больше, чем стёп и пародия на торгование компенсентного деятеля этого сервиса. Лично я всегда пытаюсь оценивать творения игровой индустрии объективно. То есть так, как не делает никто другой сейчас. Напрячь забывая про субъективизм. Короче, спасибо, что смотрели. Пишите, что мне ещё снимать, типа идей нет. До встречи! Танцуют все! Субтитры сделал DimaTorzok